Привет, YouTube! Сегодня я более подробно расскажу о своей раскладке, то, что я беру на помир. В основном это большую часть занимается шматьем, так как еду я в высокогоре, а там может быть и очень холодно и очень жарко. Дождевик велосипедный. Фишка его в том, что он по бокам просторный. Да, прикину, что еще будет. Чтобы было понятно, что это за вещь. К капюшону. Здесь застегивается. И руки на руль кладут, и ты едешь в таком состоянии. Под любым ветром, штормом и так далее. Также рюкзак она тоже накрывается. Очень удобная вещь. Я думаю, она меня сильно выручит. Дальше пуховичок. Беру вещи, которые уже износились, теплые. Которые я просто выкину по пути. Так как я буду спускаться с гор, будет становиться все теплее и теплее. В итоге так вообще жарко. Плюс 40, обещает, что потом дусь. Так что от пуховика, теплых штанов я точно избавлюсь. Но в высокогории на 4,600 они мне точно понадобятся. Также я беру рюкзак. В рюкзаке я буду ввести в основном еду. Расходники. Воду. Вот в таком пакете через трубку пить. Также у меня есть такие мешки. В них можно также налить воду. Можно положить вещи, чтобы не промокли. Или носить воду, так как она застегивается. Делается ручка. Здесь, не знаю, литров 10. Наверное, здесь. Дальше. Беру веревку бельевую. Это вообще проволока. Обмотанная. Изолированная. Очень крепкая. Можно повесить на нее что угодно. Одна из самых тяжелых вещей, которые я везу. Это криптонит. Замок для велосипеда. Не смог я найти замену ему. Что-то более легкое. Так что придется его совывести. Ключи. Здесь ножичек. Несколько пар носков. Велоперчатки. Обрезанные пальцы. Пальцы. Очень хорошие прокладочки. Силиконовые. Не натирают мозоли. Особенно, когда едешь на дальняк. Где будет холодно и ветрено. Вот такие рукавицы. Делал обувь с шипами. Также пойдут на выброс после высокогорья такие калоши. Сначала, я думаю, я в них буду крутить. Для этого я специально сделал такие площадки для педалей, чтобы поставить такой огромный ботинок и было удобно крутить. Площадка из фанерки. Приклеена шкурка. И на стяжке просто затянул. Здесь уже была у меня площадка. Она слишком маленькая. С другой стороны контакты. Для контактов обуви. По пути я отрежу вот эту теплую вещь. Буду использовать их просто как домашнюю тапочку. Дальше, значит, солнечная батарея. Попробуем. На самом деле я взял достаточно много пауэрбанков. То есть три штуки. Один на 20000 ампер. Другой на 10000. И маленький еще на 2000 что ли. Насос велосипедный такой. Очень удобный. Легко накачать много атмосфер. Фонарик. Мигалка передняя. Он достаточно мощный. Но. Так же у меня будет большой мощный фонарь. Который будет работать от пауэрбанка. Ну как прожектор. Если попаду ночью где-нибудь. Какой нибудь. Задний фонарик. Внутри него я все залил. Силиконом. Стравительным. Чтобы даже его кинуть в воду. Он будет. Гореть под водой. Тут у меня. Такие длинные предметы. Это куча стяжек. Вообще. Самая полезная вещь. В пути. Это стяжки. И стрейч пленка. Стрейч пленку я тоже беру с собой. И вот это. Это палки дуга от палатки. Вы ее увидели возможно в предыдущих видео. Как я ее сделал. Все это я засовываю сюда. Для компактности. А потом. Это одевается между рамой. Как это между седлом и рулем. Это не мешает рулить. На удивление очень удобно. Это держатель для GoPro на грудь. Это тоже девайс для GoPro. Это запаска. Покрышка. Три камеры. Заплатки. Клей. Здесь мультитул с кусачками. Это мультитул велосипедный. Это зажигалка с нитками. Иголка. Это шампунь. Это тоже гигиенические салфетки. Телефон. Ксяоми камера. Зарядник. Или как это назвать. Очки. Солнцезащитные. Аптечка. Здесь много всего. Много полезной информации я узнал из одного поста. Ребят, которые проезжали трансконтиненталь. Я обязательно приложу в описании ссылки. Соответственно велокомпьютер. Зажигалочка. В общем такая пленочка зеркальная защита от ветра, от холода на всякий случай. Это запасные петухи на велосипед. Так как они алюминиевые, ставятся сюда. Они могут погнуться. А заменой мочи сложно идти. Поэтому я заранее заказал себе несколько штук. Так. По поводу посуды и кухни. И старый я беру вот такой котелочек. Он чуть больше литра. И с радиатором. Чтобы быстрее нагревался. Как ветрозащиту. А. Так же горелочка. Газовый баллон. Вот так вот буду штынуть. А место ветрозащиты буду использовать солнечную батарею. Так как дополнительно ввести ветрозащиту дополнительный вес. То есть вот приблизительно так это и будет происходить. Очень полезные вот такие мешочки в сеточку. У них удобно убирать грязную посуду. Даже не мыть. Она как бы проветривается. Сохнет и не пачкается. Так как разрающие вещи. Маленький лайфхак такой. Значит. Штаны. Легкие. Штормовые. Они быстро сохнут. Велоодежда. Велотрусы. Их пару штук будет. Синтетические кофты с длинными рукавами. На меня как. На меня как. Вот то что на мне одежда. Я ее с собой не беру. Ну. То есть. Все что вы здесь видите. Оно. Полностью умещается на велосипеде. И. Какая-то часть соответственно будет на мне находиться. Возможно даже больше. Поначалу как теплая одежда. Соответственно у меня будет всегда свободное место на велосипеде. Еще одни теплые велоштаны. Начесом. Вот эти сумки. Это поясные сумки. Из декатлона. Я их использую как. Рюкзаки для велосипедов. Это. Тоже поясная сумка. Поменьше. Удобно их с ним. Быстро снимаются с велосипеда. Если нужно. Например. В магазин выйти. И еще куда-то документы взять с собой. Дальше беру с собой палатку. Одноместную. Это сама палатка. Это тент от палатки. Это просто защита от дождя. От ветра. Для защищения велосипедей. Несколько баллов. Со стяжками. Шарфик. Это ветрозащита. Маленькая курточка. Которая. Очень хорошо защищает от ветра. От дождя она не защищает. Но. Маленькая. Компактная. Сохраняет тепло. Про термокружку я не сказал. Термокружка. С кофейком. Еще я беру пенку. На такую гармошку. Практика показала, что это достаточно теплая история. Благодаря вот этим углублениям. Седается больше теплого воздуха. Так. Аппарат спишь. Еще взял. Матрас. Надувной. Походный. Правда, он с браком. Но все равно лучше, чем ничего. Будет тепло. Также у меня хороший спальный мешок. Угу. 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 Комфорт 5.0. До минус 10. И так. Взвешиваю велосипед. Вот весы. Без вещей. Весь велосипед с лежаком, педалями, задним держателем. Весит 10 килограммов 240 граммов. ВсеLaughing. Результат. Игралия наделем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Весы подогнали ребята Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok